Всем привет! С вами Дваска и сегодня я хочу посвятить свое видео обзору карты Степи. Очень интересная карта, очень открытая, яркая, хорошо стилизована разработчиками, довольно просто на ней играть. Многие игроки ее любят, в том числе и я, наверное, больше всего за ее простоту. И поговорим сегодня, как на какой технике на ней играть и какие вообще тактические ходы на ней нужно и можно совершать, чтобы одержать победу. В целом карта, как я сказал, довольно открытая, довольно много открытых, ровных пространств, но есть и свои, конечно, перепады высот, есть камни, есть небольшие холмы, есть железная дорога. Рассматривать мы ее будем, как она у нас расположена на миникарте, то есть северная часть там будет железная дорога, слева у нас будут камни, там где основные попадаются тяжи, справа у нас будет алия, там где, ну или зеленка ее называют, там где у нас играют быстрые танки. И центральная кишка, там где ездят у нас легкие танки. Несмотря на то, что карта довольно открытая и, казалось бы, легкие танки тут будут иметь приоритет, на самом деле это не так. Именно из-за того, что довольно много ровных поверхностей, легкие танки выскакивают, даже несмотря на свою большую скорость, довольно легко попадают в прострел и быстро уничтожаются. Самое распространенное, куда ездят легкие танки, это по центральной аллее, дабы засветить первоначально разъезд пуражеской команды. Но это часто влечет довольно быструю гибель, потому что, во-первых, вам навстречу может приехать такой же легкий танк, который хочет засветить, а во-вторых, команда еще не успевает сильно разъехаться и довольно быстро концентрирует огонь именно на легком танке. Наиболее интересная работа легких танков, это подсвет противоположных холмов. На этой карте есть с каждого респа холмы, они находятся возле базы, ну, можно сказать, чуть-чуть впереди базы, и там обычно у нас становится ПТ. В начале боя эта позиция для ПТ довольно интересная тем, что, во-первых, легкие танки приезжают, во-вторых, контриться такой позиции, где так называемым дефом центральный проезд через кишку, потому что там могут поехать не только легкие, но и средние танки, в надежде, что они заскочат врасплох, заедут в тыл. Так вот, стоя там, ПТ могут наносить неплохой урон. Дальнейшее состояние там обычно ни к чему не приводит, потому что не всегда легкие танки ездят по центру, а зачастую они занимаются засветом правой части карты, там, где находится у нас аллея, потому что там происходят обычно наиболее динамичные боя. Вообще правую часть карты можно назвать быстрой частью карты. Туда едет вся техника, которая имеет маломальскую скорость, ну, хотя бы там 40 мм в час. Туда едут и легкие танки, и средние, и тяжи. ПТшкам там очень выгодно стоять сзади по противоложным концам аллеи и наносить урон по чужому засвету. Обычно это где-то прячется в кустах на самых крайних точках аллеи и наносит урон. Это вторая позиция после холмов, на которой обычно стоят ПТ. Итак, легкие танки у нас подсвечивают аллею. Что касается левой части карты для легких танков, то там не совсем удобные позиции для скоростных ЛТ, и зачастую легкие танки там не появляются, да, и могут быть легко уничтожены из-за довольно такой узких мест и большого количества камней. То есть пространства для маневра, для ЛТшек там не так много. Что касается средних танков, то в основном они собираются в кулак, то есть все СТшки едут в правую часть карты на аллею и пытаются продавливать фланг. Вражеская команда тоже, если они все делают правильно, они тоже собираются в кулак из СТшек, и кто кого уже перестреляет здесь, кто кого, как говорится, поборет. Далее СТшки прорывают аллею, заезжают в тыл своим врагам, выносят артиллерию и заезжают тяжем в тыл. Что касается тяжей, если тяж быстрый, то он тоже едет на аллею. Ну, по крайней мере, я бы так рекомендовал ехать на аллею. Всем медленным тяжем я бы порекомендовал ехать налево в камни. Там довольно высокие камни, за которыми можно спрятаться от арты. А для медленных танков это как раз то, что надо, чтобы арта, главное, не убила, потому что карта довольно открытая. И в любой другой точке, медленным и большим тяжело бронируемым танкам, открыта местность противопоказана. Если, я имею в виду, конечно же, если есть арта. Если нет арты, то можно пробовать тут в любом месте кататься, ну, разве что, кроме центрального поля. Итак, тяжелые танки занимают у нас позицию в камнях и везут позиционный перестрел. Но каждый раз, когда они выезжают, они подвергаются, хоть частично показывая свою часть танка, и артиллерия иногда туда набрасывает. Поэтому тоже там довольно небезопасно. Да и плюс ПТ там тоже могут занимать свои позиции, особенно с верхнего респа, с северного, и наносить урон тяжем. Левая часть карты камней наиболее вяло текущие бои там происходят, поэтому она наиболее неинтересна. И, ну, собственно, как геймплей на любом медленном танке, он довольно своеобразен. Поэтому я рекомендую тяжем с хорошей подвижностью ехать на аллею и там продавливать свой фланг, поддерживая свою команду на аллее. А что же у нас делает в это время арта? Если у нас имеется боевая арта, то обычно с верхнего респа, с северного арта, переезжает за железку и располагается там. И, собственно, пытается простреливать тяжей в камнях, либо наносит урон по СТшкам на аллее. Арта с южного респа обычно занимает квадрат К-10, чтобы помогать танкам на аллее. Может, конечно, встать и в камешки, которые расположены на К-линии, там с седьмой по девятую линию. Но там довольно небезопасно, там вас могут легко засветить. А также занимает такое небольшое плато с четвертой по пятую линию до дороги. Там наиболее безопасное место для арты с южного респа. И довольно неплохой прострел там получается по камням. Ну, если, естественно, вражеские тяжи там выкатываются, а не сейвятся до победы. Итак, подытожив, что же можно сказать? Конечно же, данная карта рассчитана, в первую очередь, для подвижных танков. Если вы имеете подвижный танк, то, пользуясь складками местности, вы можете там прятаться, резко выскакивать, наносить урон. И если у вас подвижный танк, то по вам сложнее попасть, то есть вы меньше страдаете от арты. И поскольку карта довольно ровная и открытая, вы даже при неудачном, так сказать, прорыве на другом фланге вражеском, вы можете всегда вернуться. Поэтому быстрые танки здесь, я считаю, имеют наибольший приоритет. Также, конечно же, для арты здесь тоже раздолье, не стоит про нее забывать. Где-то зазевались и ваншот вам может прилететь. В целом, карта играбельна для всех классов техники, поэтому, наверное, ее и любят. Тут можно и посветить, и пострелять, и поотбивать урон, и понаносить его, и поманшотить. Эта карта позволяет делать все. Пару слов про данный бой. Я бы хотел заметить, что в начале боя я увидел, что меня не поддерживает команда, что едем мы там вдвоем, две ЛТшки и я. И мной было принято, казалось, правильное решение, вернуться и отступить, и встречать такой более защитной позиции танки, которые к нам прорвутся. И это оказалось правильно. Но хотел бы немножко поругать команду противников. Из-за того, что они не выступили таким сплоченным кулаком, не заехали нам в тыл все вместе, а по чуть-чуть по одному приезжали. Из-за этого их атака рассыпалась, и, собственно, весь их прорыв аллеи, он просто захлебнулся. А дальше просто было дело техники, по одному нужно было просто отстрелить врагов и, собственно, одержать победу. Пару слов про Т-50 на данной карте. Если бы я был, наверное, на другом танке, на каком-нибудь однозарядном, то было бы, конечно, и другой настрел, и более сложно было бы наносить урон. А здесь просто с одного барабана я там забирал сразу двух танков, отбирал по пол-хп у команды. Шкода Т-50 такой танк, который позволяет с большой уверенностью предполагать, что бой будет выигран или проигран. Ну и обычно, если я играю на Шкоде Т-50 в топе, и если со мной играют не совсем красные раки, то с вероятностью 95% я предполагаю, что бой будет за нами. Играйте на Шкоде Т-50, катайтесь на степях, надеюсь, я вам помог более детально переосмыслить данную карту. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!